Да. Всем, товарищи, здравствуйте. Мы собрались сегодня на ML-тренировке. Третья, четвертая, какая? Третья, да, наверное? Третья ML-тренировка. Сегодня у нас будет три аж доклада, поэтому рассчитывайте на часа три, наверное. Ваше преподавание здесь, плюс потом еще можно, конечно же, пообщаться. Первый доклад будет про хакатон от Прозора. Ну, значит, Прозора, который мы проводили еще в конце февраля. И там вот ребята расскажут про него. Дальше будет два составляющего с Кагла. Это одно про камеры, а второе про токсик комментарии. Опять же, схема простая. Докладчики есть, надо немного рассказывать, а вы потом у них задаете им вопросы. Желательно не прерывать, но если ничего срочного нет, а потом уже спокойно после доклада с микрофон задать вопрос и получить на него какой-нибудь ответ. Так что поприветствуем первых спикеров. Они расскажут про Прозора. Ура! Супер. В общем, привет всем. Мы, я и Женя, я Максим, это Женя, расскажем вам про то, как мы участвовали месяц назад в хакатоне от Прозора. Может, многие слышали, может, нет, но услышите, и мы расскажем о проблеме, о том, как мы ее решали, о метриках, о том, как мы валидировали, инжинировали фичи и много-много интересных вещей, как решать такие таски, которые имеют в себе и НЛП, и временные ряды, и много-много интересных вещей. В общем, что это было? Месяц назад Provectus вместе с Прозора сделали интересный хакатон, набрали классных людей и сказали, ребята, соревнуйтесь и побеждайте. Мы, собственно, сделали и первое, и второе, и посоревновались, и победили. Вот. В общем, это был как ЛН-класс. То есть у нас был подготовленный датасет, подготовленная метрика и 30 часов на то, чтобы сделать все манипуляции для первого места или какого-то другого места. Команда наша была из пяти человек, может, многих вы знаете. Саша Рупельт, Федор Наврузов, я, Женя и Дима Сакович. Вот. Давайте чуть детальнее про проблему и про то, какие там данные были. Мы имели дело с данными от Прозора. Это данные государственных тендеров и лотов. Все слышали, зачем это и почему это важно. Я думаю, понимают, то есть Прозора дает площадку, на которой государственные компании выставляют лоты, а компании, которые хотят дать услуги и получить деньги за эти лоты, они в них участвуют. Вот. И это очень важная тема сейчас в нашей стране, потому что мы хотим, чтобы было меньше коррупции, чтобы все было открыто и все было классно. И наш таск был таков, чтобы запредиктить, сколько участников будет в конкретном лоте тендера. Про бизнес-валю тут понятно, что, например, если в тендере участвует один человек, то это коррупционный тендер, здесь нет конкуренции, и выигрывает тот, кто просто пришел туда. И таким образом для них это какой-то, типа, алерт, что надо посмотреть, типа, что там не так. Вот. Я сразу задам небольшой вопрос. Вот, типа, с первичного описания понятно, что нам было, надо было предсказать количество участников. То есть мы имели дело с каунт-дейта. Если кто может в зале сразу сказать, какое распределение вам приходит в голову, когда мы говорим про каунт-дейта и почему. Да, да. То есть мы можем всего одним параметром описать распределение. Оно дискретное, оно больше нуля, оно имеет дело с целыми числами. И если мы там нарисуем по основному распределению с какой-то лямбдой, мы увидим даже приблизительно распределение наших игреков в дате. То есть, типа, как только ты видишь каунт-дейта, ты сразу должен думать про, какое распределение лучше всего подойдет. Вот. И поэтому я расскажу чуть-чуть более подробнее про трейн и тест. Когда мы получили данные, мы такие увидели, что Y-трейна в train.csv нету, и очень были взбудоражены, взволнованы. Что же делать? Но ничего страшного не случилось. Нужно было всего лишь сгруппировать и сделать тот самый каунт, в общем. И в train.csv фич было больше, чем в тесте. То есть в train.csv помимо повторяющих фич, которые были в тесте, например, описание тендера, там, дата начала, дата окончания, какие-то категориальные фичи, суммы и так далее, он еще имел информацию про участников, то есть там название участника, сколько их было, сколько каждый лот поставил в ставку, и, соответственно, в тесте этих данных не было. Мы изначально сделали простую вещь, убрали все фичи, которых нету в тесте, сделали грубой каунт и получили тот же дата-сет, и сказали, у нас всего 30 часов, давайте забудем про ненужные вещи и будем фокусироваться только на нужных. Помимо этого был еще один дата-сет, который назывался complaint strain. Это означало, что во время тендера компании могут подавать жалобы, что, мол, что-то идет не так. И в этих complaint strain были описаны вот эти вот complaints, кто, когда, зачем и почему. Мы, соответственно, тоже выбрали легкий путь, решили, ну, куда же мы будем использовать какие-то complaints. Не будем мы. И, в принципе, есть линк к description, description довольно подробный. Какие там были примерно фичи, я сейчас чуть-чуть расскажу. Это, собственно, каждый тендер делился по категориям, то есть, типа, которая описывала, к какому роду деятельности относится этот тендер. И он был закодирован числовыми признаками. У нас был текст описания этого тендера, собственно, там, что, кто покупает, как и почему. Поэтому были разнообразные там суммы, там, суммы тендера и прочие вещи. Были даты, даты начала, даты конца. Были какие-то географические фичи, то есть, там, типа, область, город и так далее. Ну, и их было там сильное количество, и мы вот начали, собственно, думать в первые часы, там, как мы можем это все задескриптить. Но перед тем, как говорить о фичах, нужно говорить о метрике. Метрика в этом соревновании была RMSLE. То есть, это обычный, на первый взгляд, RMSLE, к которому прикручен лог Y плюс 1. Что это значит? Это значит, что мы пенализируем… Короче, мы даем penalty тем prediction, которые маленькие. То есть, типа, если мы говорим, там, между 1 и 2, разница и penalty гораздо больше, чем между 5 и 6, или там, 100 и 101. И, тем самым, эта метрика была очень круто подобрана, потому что у нас формат данных, то есть, если мы говорим про какие каунты, какие Y-train встречались там в датасете, то есть, это был 1, 2 в основном, и там дальше, там, 3, 4, 5 до 17, таких было намного меньше. Поэтому, типа, главное было угадать, это один участник тендера или два. Ну, иногда может быть три. Вот. Когда мы видим такую метрику RMSLE, что мы хотим в первую очередь сделать с Y-train? Какую манипуляцию? Логарифм и плюс 1. То есть, типа, как только вы видите такую странную или там неординарную метрику, которая там, типа, не относится к ряду классических, вы сразу приводите ее к классическому RMSLE и работаете только с логарифмами Y плюс 1. Вот. Чуть-чуть подробнее про метрику. Там у нас еще расписано. То есть, по сути, эта метрика говорит, что, типа, нам важна разница, ну, типа, деление предикшенов. То есть, типа, между 100 и 50 такая же разница, как между 10 тысячами и 5 тысячами. Поэтому, типа, нам нужно было, именно имея маленькие данные, не промахиваться в них. Вот. И, как тут написано, в этот хинт нужно оптимизировать свою метрику, сразу взять логарифм и забыть вообще про RMSLE и оптимизировать любые модели, типа, используя RMSLE. Как мы валидировали? Мы, в общем, ребята опытные. И кросс-валидацию, соответственно, мы не использовали. Хотя, наверное, стоило бы. Имея часовой временной ряд, естественно, вы хотите разбить на фолды по времени и валидировать постепенно, как указано на первом рисунке. Но мы, как сильные люди, решили, что не будем мы так делать. У нас мало времени. И все, что мы сделали, мы, собственно, взяли такой же период, который оставался на тест. Это было три месяца. И разбили наш трейн на трейн и валидейшн до 30 июня, кажется. И, собственно, использовали эту метрику. Хочу сказать, что я не сказал, что мы прогадали, не накручивая никаких кросс-валидаций, потому что все наши субмиты абсолютно полностью отражались. наш скор и скор на паблик-лидерборде, и, как мы позже узнали, направивайте. То есть мы просто… Такая простая метрика, такая простая валидация ни разу нас не подвела. И это было круто. Но если вы серьезный человек и делаете все правильно, будьте действенниками и используйте кросс-валидацию. То есть мы пока пойдем так. Да, я еще забыл сказать, что в данных… в трейн-датасете была категориальная фича, которая говорила про статус тендера и статус лота. Статус тендера мог быть завершенным или там типа куча разных параметров, а-ля там незавершенный, жалоба, там еще прочие-прочие вещи. Мы сразу… Когда мы делали Descriptive Analytics, мы сразу посмотрели, опа, у нас в тесте нет ни одной незавершенного тендера и незавершенного лота, что в принципе логично. И, соответственно, эти незавершенные тендеры и лоты, они имеют совершенно другое распределение, чем завершенные. Поэтому их можно использовать как какую-то дополнительную информацию, но лучше их выбросить, что мы, собственно, сделали и ни разу нигде не соиспользовали вот те лишние данные про категорию, которых у нас не было в тесте. Это было тоже важно, если там, наверное, кто-то использовал из других команд. Возможно, они на этом прогорели. Просто потому, что вы засовываете в трейн другое распределение, которого нет в тесте, и модель ваша говорит вам, нет, не хочу. Дальше про solution overview. Перед тем, как мы будем говорить про фичи, про которые скажет Женя, соответственно, сейчас мы все, наверное, кто участвует в Kaggle или в курсе всех компетишенов, знаем, что XGBoost больше не король. Мы используем только LHBM и его уважаем и с ним дружим. Мы пробовали разные вещи в LHBM сетапе. Соответственно, как я сказал на первых слайдах, если у нас поясновское распределение, логичнее всего, типа, зашла бы поясновская регрессия, что мы, собственно, использовали. Обычные регрессии линейные, она не может такое распределение предсказать, просто по своей природе. Классификация могла бы сработать, если бы мы ее дожали, но она давала чуть-чуть хуже результаты всегда, чем поясновская регрессия, что, в принципе, логично, потому что метрика была такая, что лучше предсказать 1.6, чем вместо 2, ошибиться на 0.6, чем на 1. Поэтому мы, соответственно, классом все равно взвешивали на вероятность, но поясновская регрессия в итоге сработала лучше. Мы с классификацией пробовали разные варианты, но ни один из них, в принципе, не заходил. Это второй, 10-17 классов, так никогда не делайте, это плохо, потому что у вас, когда классы от 3 до 17 участников имеют по проценту от всех Y-трейнов, вы только хуже себе делаете модели. Дальше в итоге что у нас получилось? Мы генерили фичи, повторюсь, о которых Женя расскажет. Фичи мы поделили на разные классы, фичи связанные с датами, фичи связанные с категориями, с числами, с географией, с вот этими вот CPV-категориями, с которых мы могли доставать, о чем это тендер, с какой он индустрии. Самое важное это текстовые фичи, это description и лотов, и название органайзеров и прочих штук. В итоге мы там нагенерили 33 фичи, сделали 3 модели классического градиентного бустинга с 3 лип, решили не обидеть никого и использовать все 3. и catboost, и lgbm, и xboost, и в конце заблэндить. И все довольны, и мы рады. В общем, так выглядит наш фичи importance. И Женя, я думаю, сейчас перехватит слово и будет рассказать чуть-чуть про фичи, а я постою и тоже послушаю. Да, кликер. Тут на самом деле по фичи importance видно, что у нас самая топовая фича, это как раз и были вот эти текстовые фичи. Я сейчас чуть-чуточку еще вернусь. То есть по текстовым фичам у нас были две модели. Это классическая линейная модель, tf-idf плюс rich-регрессия, и вот tf-idf плюс fit-forward сеточка. И вот тут, если в принципе все посчитать, у нас, да, было 33 фичи, и если все вот эти модельки там просуммировать, то было, я так насчитал, 14 моделей, то есть такой как бы двухуровневый стекинг. Первый уровень это модели на тексте, потом они объединялись в эти все 33 фичи, и потом, да, вот три различных бустинга, которые мы потом еще и блендили. Вот, но топовая фича, это было как раз предсказание вот этой нейронной сети по тексту. И вот там на втором месте это было просто там линейное предсказание на тексте тендера, и вот потом следующие уже по важности были фичи, это разница дат. Чтобы было проще на это все смотреть, мы вот объединили в такие группы, и получается, что да, самое важное, эта группа была текстовые фичи, на втором месте это были разница дат, то есть сколько там продолжался этот тендер, потом различные numerical фичи, это, по-моему, там сумма тендера и другие, потом фичи относительно CPV, мы там, это код, который обозначает, с какой категории был этот лот. Соответственно, мы тоже там из него делали несколько фичей, чтобы найти там категорию, под категорию, ну, я думаю, это многие команды тоже делали, ну, и плюс тоже там другие различные фичи, там по датам, категориальные, ну, и мы еще потом обнаружили, у нас было несколько фичей по организатору, в общем, которые пытались сказать, хороший это организатор или нет, но в итоге, как выяснилось в конце, на самом деле лучше было их выкинуть, то есть мы их там даже зря добавили, ну, бывает, да. Вот, собственно говоря, про текстовые фичи, я вот тут сделал такие пару визуализаций, чтобы было лучше понятно, почему они работали, мы сделали на каждое текстовое поле, их всего было четыре, линейную модель сперва, и вот видно, да, что там некоторые слова очень хорошо влияли, предсказывали увеличение количества участников в этом лоте. Например, вот самое такое топовое слово, это был картр, это как бы сокращение от картридж, и оказалось, что картридж, да, это очень такая конкурентная область, и многие хотят продавать картриджи. И, кстати, вот на четвертом месте видно, что здесь такой какой-то код, на самом деле это и есть тот CPV-код, но некоторые просто, опять же, участники как-то, видимо, неправильно заполняли этот CPV-код, вставляли в сам текст тендера, вместо того, чтобы вставлять его правильное поле, я знаю, некоторые команды еще руками там это доставали, но мы были ленивые, мы взяли модель, которая для нас все сама достала и поняла, что это тоже хорошая фича. Вот, соответственно, ну, аналогично и для описания лота, то есть там тоже видно какие-то интересные слова, которые больше влияют на конкуренцию, ну и, соответственно, красненьким это те слова, которые хуже влияют на конкуренцию, то есть вот, например, какое-то слово межквартальное очень пугает людей почему-то. Вот, ну и мы можем даже прямо в каком-то тексте посмотреть, опять же, конкретно какие слова увеличивали или уменьшали количество предложений для этого лота. Вот, опять же, я говорил, что картриджи очень увеличивают, но вот, например, слово замена уменьшает, то есть люди хотят продавать, но не хотят менять. Ну, в принципе, логично. Вот, ну и, в принципе, да, на вот таких линейных моделях, которых было 4 штуки еще для организатора и описание CPV. У нас было 4 таких моделей, они нам дали уже первый буст. И потом, собственно говоря, была идея, можем ли мы еще что-то выжать из этих текстовых фич. Ну и я пошел посмотреть, что вообще было на Кагле, на эту тему. И мне показалось, что вот соревнование, которое на самом деле не так уж давно закончилось, это Mercari Price Suggestion Challenge, где, по сути, надо было предсказывать по описанию товара его стоимость. Ну, на самом деле, очень похоже на нашу задачу. Это не мы пытаемся по описанию, ну, такому, описанию организатора, описанию тендера предсказать количество его участников. Поэтому, во-первых, я там немножко подсмотрел, как были лучше сделаны регрессии. Оказалось, что лучше вот работает рич регрессия. Ну и, конечно же, было грех не использовать как бы решение победителя этого соревнования, что, собственно говоря, я и сделал. Тут, на самом деле, очень простое и элегантное решение, которое занимает там буквально пару строчек на керосе, и выглядит оно как просто fit-forward сеть на sparse фичах из TF-IDF. То есть для нашей задачи мы просто, опять же, извлекли TF-IDF фичи из каждого текстового поля, сконкатенировали и вот там прогоняли через, получается, там три, плюс еще выходной данный слой. Ну, единственное, стоит заметить, что, чтобы не переобучиться, тут я довольно жестко поставил правила на TF-IDF, то есть у нас был минимально слово должно было встречаться 10 раз, плюс вообще у нас там для каждой категории мы брали только по 5000 слов, то есть самые часто встречаемые, плюс в самой архитектуре предлагалось тренировать не одну такую сеточку, а сразу четыре, усреднять их результаты, и некоторые брали бинаризировались фичи, то есть не бралось их не просто значение, а просто бинаризировалось, что есть такая фича. И, собственно говоря, да, эта модель нам дала хороший буст, после нее мы сразу вырвались на второе место, когда добавили ее в фичи, после этого мы еще обнаружили, что мы забыли про разницу даты, когда мы нашли разницу даты, мы уже, собственно говоря, не опускались ниже первого. Про неэффективные фичи, на самом деле, да, мы еще и много времени потратили на фичи, которые нам не помогли. Это были вот эти же жалобы, которые мы тоже пытались проработать, но, к сожалению, они, хотя, ну, как бы интуитивно казалось, что количество жалоб организатора должно как-то повлиять на нас, сколько у него будет в дальнейшем предложении, но как-то оно у нас не сильно там коррелировало, вроде что-то добавляло, но там на грани погрешности. Плюс мы тоже пытались делать различные агрегации и по организатору, и по вот CPV, по организатору, оно, опять же, хуже работало, по CPV более-менее работало, но учитывая, что у нас уже как бы фичи из CPV кода были как просто категориальные фичи, то есть мы доставали категорию, плюс некоторые еще через тексты мы узнавали, по сути, оно тоже там не особо что-то добавляло, поэтому с какими-то такими агрегированными фичами у нас особо не сложилось, и как мы потом выяснили, они только все ухудшали. Какие возможные улучшения? Ну, да, наверное, за два дня мы там не все, так сказать, просмотрели, что можно было сделать, наверное, и тексты можно было лучше почистить, и докрутить какие-то модели, и параметры, но в принципе хватило и того, что мы сделали. в первую очередь помогло, конечно же, как хорошая валидация, то есть, как мы уже говорили, валидация абсолютно коррелировала с лидербордом, хоть мы ее там по разу чуть-чуть ломали, но на самом деле корреляция была, и это хорошо, то есть когда мы росли на валидации, мы росли на лидерборде, все было отлично с этим. Я считаю, что нам помогло, что мы, в принципе, пытались проработать 100% фич, да, некоторые как бы это были такие глухие тупики, но те же текстовые фичи, которые нам в итоге принесли победу, в принципе, мы нашли, потому что задача была проработать реально все поля, которые там были, и нам это помогло. Тут еще Федор дописал пару интересных параграфов, вы их можете тоже потом почитать. Ну а вот, собственно говоря, и мы с чеком, вот, и тут как бы хочется сказать спасибо другим командам за участие, за конкуренцию. На самом деле это не было непростое соревнование, то есть ощущалась серьезная конкуренция, в первый день нам вообще было тяжело, и даже вот во второй, когда мы вроде как вырвались на первое место, до конца ощущалось, что идет как бы такая серьезная борьба, и мы все время ожидали, что другая команда вот-вот тоже вырвется вперед. Отдельное еще спасибо хочется сказать Виталику, который все организовал, очень крутой ивент, я надеюсь, в дальнейшем будет тоже больше таких ивентов, ну и конечно же спасибо нашей крутой команде, мы крутые. Вопросы? Какой вопрос? Отпробовал до другие архитектуры, кроме обычного, попално связанного в сети? Для текстовых фич, да? Да, 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 но просто тут можно было что-нибудь поинтереснее сделать. Ну на самом деле я как раз вот и думая, какие архитектуры тут построить, ну начал смотреть, что было в этом соревновании, то есть вот это лучше всего сработало. Я догадываюсь, что вот какие-то рекомендантные сети плохо работают, потому что на самом деле очень малая часть слов реально в тексте влияет на вот нашу таргет-переменную. Так было и для цены товара, и по сути тут, то есть очень малое количество слов из описания тендера реально влияет на количество участников. Поэтому лучше как бы доставать эти спарс-фичи. Ну там, короче, доставления же бы было еще ограничение на количество времени обработки. Может из-за этого они такую простую могли сделать? Ну то есть там же было, по-моему, час всего лишь на программу-правонку всего года. Да, там еще были дополнительные оптимизации относительно скорости. На самом деле я бы сказал, что нам это только помогло, потому что у нас тоже были ограничения по скорости. Надо было все, чтобы это все быстро работало. Я пытался, ну то есть я пытался реально там немножко слои поменять, начал крутить, но как бы у меня не было каких-то существенных улучшений. То есть я как бы попробовал, покрутил, понял, что в принципе оно никуда особо не улучшается и оставил. Еще запитание. Расскажите, пожалуйста, может знаете, чьи какие-то лзы для украинской мовы, схожие на стем, на лтк? Мы использовали токенайзер, который вот в лэнг.юкей есть на гитхабе, ну как бы такой репозиторий. Знаете, нет? Ну вот, да, вот лэнг, ой, лэнг.юкей. Вот. И соответственно там есть токенайзер, это по-моему от всего до Демкина, если я не ошибаюсь. Вот мы его и в зале. Можно токенизировать фичи для TFDF. А стемер мы не в зале? Ну, я вообще так очень с опаской отношусь к стемерам, потому что они как бы после них ты в любом случае ну, вытачаешь информацию. Поэтому как бы их можно использовать, но они далеко не всегда помогают. Мы решили вообще сразу не использовать. Можно еще добавить по этому вопросу. Для украинского русского языка можно еще посмотреть в сторону PyMorphy пакет на гитхабе. Ну, там, по-моему, есть базовый лиматайзер, базовый токенайзер и стеминг, ну, еще стеминга не помню, PyMorphy. А ты делал вот здесь еще по TF-IDF-у по словам или по символам? По словам, конечно. А почему не по символам? Ну, хорошая. Я надеялся, что люди пишут грамотно, когда писают свои тендеры. Понял. Ну, по символам обычно работают, когда, типа, там, неграмотная речь лучше. Хорошо. Есть еще запитания? Схоже, что нет. Окей, ребята, дякуймо вам. Мы сейчас не будем делать перерву, сразу запрошу Игоря. Да. Раз, раз. Отлично. Окей. Продолжение следует...